Тема моего сегодняшнего заклада «Повышение квалификации библиотечных кадров в Республике Узбекистан как один из основных элементов системы непрерывного образования». Первый закон Республики Узбекистан об образовании был принят еще в 1997 году. Естественно, он значительно устарел и не мог решать актуальные проблемы и вопросы, которые возникали уже в современных условиях. Поэтому в 2020 году в Республике Узбекистан был принят закон об образовании, в котором уже были затронуты вопросы и непрерывного образования, и переподготовки кадров, и повышения квалификации. Но я хотела вам рассказать об истории становления библиотечного образования в Республике, чтобы у вас было какое-то представление. Началось оно с 1919 года, когда в Ташкенте были открыты курсы по повышению квалификации библиотекарей. Первый библиотечный техникум, который готовил специалистов со среднеспециальным библиотечным образованием, был открыт в 1937 году. И начиная с 1934 года по 1957 года лучших выпускников школ для получения высшего библиотечного образования отправляли в специальные высшие учебные заведения Москвы и Ленинграда. И только в 1958 году в стране начала осуществляться подготовка библиотечных кадров. С высшим образованием был открыт библиотечный факультет в Трикаканском педагогическом институте. Уже в 1960 году библиотечный факультет был создан в Ташкентском государственном педагогическом институте. И в 1974 году библиотечный факультет же был открыт при Ташкентском государственном институте культуры имени Абдулла Кадыри, который действовал вплоть до выхода постановления от 2012 года о создании Государственного института искусств и культуры на базе двух вузов Ташкентского государственного института культуры имени Абдулла Кадыри и Государственного института искусств. С 2012 года это Государственный институт искусств и культуры. В Ташкентском государственном институте культуры имени Абдулла Кадыри начиная с 1995 года по 2012 год действовал факультет повышения квалификации работников культуры, где проходили повышение квалификации и библиотечные сотрудники. Начиная с 2000-х годов, то есть это уже период независимости, повышение квалификации библиотечных специалистов занимались и ведущие библиотеки Республики Узбекистан, в частности это фундаментальная библиотека Академии наук Республики Узбекистан. В начале 2000-х они осуществили и реализовали такой большой проект, как модельная автоматизированная библиотека. В результате этого проекта были созданы учебные компьютерные классы, в которых обучались сотрудники филиалов сети библиотек Академии наук и специалисты других министерств и ведомств. Другая крупная библиотека, Ташкентская областная библиотека ТУРОН, осуществила такой проект, как региональное библиотечное неформальное научное общество Узбекистана, развитие через обучение. Ну и, конечно, главная библиотека нашей республики, Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Наваи, вносила и вносит огромный вклад в повышение квалификации работников информационно-библиотечных учреждений Республики Узбекистан. Она проводит республиканские конференции, семинары, круглые столы. У нас проходит ежегодная информационно-библиотечная неделя Инфолит и международная конференция Централ-Азия. Этой же библиотекой в 2019 году, помимо того, что она ежегодно проводит курсы повышения квалификации для сотрудников информационно-библиотечных учреждений, были организованы пятидневные обучающие курсы по оказанию методической помощи специалистам информационных и библиотечных учреждений различных министерств и ведомств. В 2019 году вышло постановление президента Республики Узбекистан о дальнейшем совершенствовании информационно-библиотечного отслуживания населения Республики Узбекистан, в которых были затронуты и вопросы повышения квалификации библиотечных специалистов. К этому постановлению приложена концепция развития информационно-библиотечной сферы Республики Узбекистан на 2019-2024 годы. И в этой концепции приведены меры по развитию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации информационно-библиотечных кадров. После снятия некоторого ограничения карантинных мер в ноябре 2020 года национальная библиотека имени Алишера Навали провела 9-ю информационно-библиотечную неделю «Инфолип. Узбекистан» 2020, в которой приняли участие специалисты областных, районных, городских информационно-библиотечных центров, специалисты информационно-библиотечного центра «Билин». И в этом же году, буквально на прошлой неделе, завершила свою работу ежегодная международная конференция «Централ Адрии-2021. Интернет и информационно-библиотечные ресурсы в науке, образовании, культуре и бизнесе». Участниками этой конференции были представители различных стран – Армении, Азербайджана, Турции, конечно же, России. И надо подчеркнуть, что сотрудники Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской Академии наук являются активными участниками этой международной конференции. У меня есть небольшой ролик на буквально полторы минуты об этой конференции. Если вы разрешите, я его включу. Да, пожалуйста, включайте. Так, что такое? Так, я прошу прощения. Небольшие технические неполадки. У меня этот ролик не включается. Это тоже всегда бывает, не переживайте. Да, спасибо. Ну и в заключение я хотела бы сказать, что вот в системе непрерывного библиотечного образования Республики Узбекистан, которая включает у нас и средне-специальное библиотечное образование, и высшее библиотечное образование, и после Вовзовское, вот о самом неразработанном остается такое направление, как повышение квалификации и переподготовка кадров. То есть именно это направление требует значительной доработки. У меня все. Благодарю за внимание. Спасибо большое.